Привет, мои студенты! На предыдущей лекции мы с вами подтверждали вопрос аналогов цифрового преобразования. И все рассмотрели сведящий аналогов цифрового преобразования на основе инверсионного счётчика. Недостатки того преобразователя можно отметить сравнительные медленные действия. Поскольку счётчик последовательно считает подсчёт инфульсов и может не успевать считать за процессом. То есть требуется очень высокое быстродействие элементов самого счётчика. Ну, вы знаете, что в инверсионном счётчике основным элементом является триггер. Триггер – это упоминающий устройство фактически устройство с пальцами для выхода или делитель частоты то его можно использовать как делитель частоты управления подменными логическими сигналами и импульсами и сигналами управления счёт вперёд-назад. таким образом быстродействие или сильное щитчика целиком полностью зависит от быстродействия тридера и его качества. Вот в своё время нами было предложено простейший инструмент, который работает в области сверху с этих частот. Он позволяет делить частоты соответствующие тем частотам, которые распространяются волноводах и микрополосой. конструкции такого триггера я сейчас покажу. Конструкция очень простая. Кстати говоря, очень эффективная и до сих пор она применяется, надо сказать, резко. Вот кольцевой мост. В одно плечо вставлен генератор импульсов, генератор входных импульсов, то есть питающие импульсы, которые соответствуют напряжению питания в обычном трубе. И вот ГУИ это генератор управляющих импульсов, который осуществляет переключения. По сути, здесь схема эксперимента, так сказать. Кольцевой микрополосой мосту подможки, в одно плечо установлен туннельный диод ТД. Для согласования там поставлен согласован на генератор и сущность. Имеется два выхода output one и output two. В этих двух выходах сигнал появляется в том случае, когда переключается туннельный диод. вот таким образом этот триггер простейший. Он был запатентован более 30 лет тому назад. Может быть 35 лет этому авторскому фигуру послуху. Вот таким образом экспериментально этот был триггер проверен. Показана его очень эффективная работоспособность. Несмотря на то, что он давно эксперимент был сделан. Но элементы тогда уже были в случае туннельной диоды и в случае соответствующая база микрополосковой линейной можно было построить имеющие малые потери. Хорошая диняка. вот таким образом если использовать надо сказать, что применение по крайней мере в открытых источниках данного триггера не встретил ни в день не встречал в источниках. Хотя его применения очень могли бы быть разнообразными. Поэтому вот на такую простейшую схему следует обратить внимание студентов старших курсов и дипломников, а также аспирантов, которые занимаются проектированием СВЧ-устройств. Сейчас это радиоприемных, радиоуздающих устройств, а также сверхбостродействующих вычислительных пунктов. Для управления процессом, подпортификающими процессами в химическом производстве и объектов, ведущихся большой стоимости. Вот такая у нас сегодня была короткая лекция, но очень важная. Известно, что все вещи состоят из каких-то элементов. механические элементы это глинт, гайка, шуруп, болт и так далее, подшипник, кривошипный шатун и прочие механизмы, которые хорошо описывают в Академии Кардоболевского. Ну, а у электроники элементы это диоды, триоды, линии связи, лампы и полевые транзисторы, и моб-транзисторы и так далее, и так далее. Но это элементы, а основные такие сборочные единицы это триггеры и элементы и, не, или. Или, и не, или не. То есть стрелка пирса, штрих, шейтера. То есть для вычислительной техники, как вы знаете, вы на старших пунктах вычислите с самыми основными элементами логически, самодостаточными является это либо стрелка пирса, либо штеки шейтера. Достаточно одного из этих элементов даже для того, чтобы поставить любую вычислительную машину. Ну, конечно, она будет по оборудованию не очень активной, но в то же время она функционально будет такая же, как и другая машина, которая построена на более расширенном наборе элементов использования и или не элементов комбинированных наборов. Хотя, в общем-то, самым достаточным является именно вот и линии и не два вот этих элемента. Хотя по оборудованию дает неоктимальное решение. если у нас элемент есть ине, то два элемента ине дают трибет. Вот, видите, надо создавать эти элементы ине и так далее, чтобы получить трибет. Когда вот здесь всего лишь два элемента, это кольцевой мост, микрополосковый кольцевой мост, и один всего лишь туннельный диод. Но туннельный диод тем отличается, что он имеет аннообразную активистику, не обладает памятью. Вот это минимальный состав такого оборудования и возможность еще дальнейшей манитаризации до наноразмеров, поскольку нанотуннельные диоды также могут быть наноразмеры успешно реализованы. И микрополосковое наноисполнение тоже может быть, поэтому этот самый триггер будет занимать гораздо меньше по площади места, чем триггер выполнен на обычных транзисторах, хотя и наноисполнение, чем на пуннельных диодах будет транзистор. наноисполнение на пуннельных транзисторах. Вот таким образом есть некоторые вещи, которые они, казалось бы, по конструкции примитивны, но они основополагающие. Вот это основополагающим спросим в данном случае имеется вот этот тюрьгер. Рекомендую его для исполнения своих курсов и дипломных работах и даже диссертации, потому что, как указано в последнем выпуске Иркутского Института путей сообщения, посвященных 55-летию вольфской деятельности академика Юрия Федоровича Мухапада, то там отмечено один из авторов статей полного этого изобретения является вместе со мной и с Анатолием Ивановичем Вечером. Вот в этом выпуске сказано, что несмотря на то, что вот эти элементы, которые нами были заявлены 35 лет назад, до сих пор широкого распространения не получили, поскольку на них не обратились долгого внимания разработчики. Вот спасибо большое за внимание. До свидания. До следующей лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...